Братья, включаемся в лечебнюю молитву с Киевской нашей архиепископией. Приветствую всех, братьев, сестер, приветствую, кто подключается, кто подключился уже, и кто потом в записи будет смотреть. Всех приветствую во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Сегодня воскресенье у нас, 26 августа, и это в традиции, старинной, древней традиции православной, это дание праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть это завершение, торжественное завершение этого празднества. На протяжении всей этой недели темой и молитв, и размышлений были как раз именно преображения. Преображение Господа Иисуса Христа, преображение наше в Нем, в Боге, преображение, ну, верующего человека, каждого, да, в отдельности, преображение наших семей, наших домов, наших общин, церквей, значит, и конфессий, динаминации, там, если брать больше, и, конечно, преображение всего тела Господнего, тела Христова. Имеется в виду, ну, церкви, церкви Божьей, потому что церковь Иисуса Христа, новозаветная церковь, это есть его тело, в Библии сравнение. И сам Иисус, это как голова этого тела, и все, весь этот организм, это третий храм Божий, это все тело Иисуса Христа. И вот тема, конечно же, преображение очень большая тема. Сегодня, кстати, надо будет в ближайшее же время выставить видео, я сегодня записывал видео, мне очень понравился, как Ризник, вот, Кифа наш, имбирскоп Кифа, как он делился словом, вот, и вот какое вот впечатление вообще, вот, после служения воскресного этого, вообще, есть какие-то, вот... Несмотря на мою тяжесть, потому что я очень плохо спал эти дни, правда, но вот, вот, я иногда Кифа любимый, правда, но вот, потом доходит просто, вот, но тут очень, вот, вот его, вот, в его словах, вот, было это присутствие, я, я ощущал присутствие, правда. Присутствие Божье. Да, присутствие Духа, вот, любви, вот это, вот, и тут даже не важно порой слова какие-то, даже такие, да, не то чтобы слова, слова важны всегда, детали какие-то, тут важно вот это вот, впрессию, вот это вот ощущение Божьего присутствия. Да, потому что проповедь, настоящая христианская проповедь, это не просто слова убедительной мудрости человеческой, а явление Духа и Силы. И можно еще сказать, чтобы было понятнее, явление любви Божьей, потому что это проповедь Евангелия, не худой вести, но доброй вести. Не худого Бога, но доброго Бога, не злого Бога, а благого Бога, истинного Бога. Потому что даже и образ Божий может быть совершенно разным у разных верующих, ну вот в чем-то правильное выражение, это все-таки у каждого свой Бог, вот свое видение, понимание, мера познания какая-то Бога, Творца, и поэтому ощущение, переживание, и опыт свой какой-то такой духовный тоже, свой какой-то возраст определенный, поэтому и разное восприятие, как, допустим, даже у детей, да, вот у меня шестеро детей, да, и когда они подрастали, сейчас уже взрослые, а вот не так сильно заметно, а вот когда подрастали еще, да, были детьми совсем маленькими, то это было очень заметно как-то, что они даже нас, вот родителей, да, маму и папу воспринимают по-разному, в разный возраст. Вот, допустим, совсем маленькие одно восприятие, допустим, это бы ощущалось просто, физически даже ощущалось, вот чуть постарше, другое восприятие было, вот те же реакции другая на нас, на родителей, и вот, наверное, по аналогии с этим я рассуждаю, что и вот, и даже опыт Бога познания, разные еще у верующих, вот именно тоже зависит от духовного такого возрастания, как бы, вот, кто-то познает Бога уже как своего, допустим, отца, да, для кого-то это уже, уже мега откровение, как бы и супер познание, да, вот, кто-то познает Бога как своего целителя, освободителя, вот, да и много всего. Кто-то видит его как грозного судью, знаете ли, особенно если человек, он так научен, допустим, вот такому человеческому, религиозному пониманию страха Божьего, допустим, да, вот, то он вот таким образом воспринимает. Допустим, вот, у меня много друзей, мусульман, вот, и вот часто вот общаясь, я вижу вот такое понимание страха Божьего. На законе. На законе, да, на законе. И, как правило, это, хотя люди, я это понимал и понимаю, что люди в этом видят, как бы, спасение даже души своей, как бы, вот, этим страхом, да, вот. Проще жить. Страх лучше. Да, 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 манипулировать, контролировать, да, значит, человек подвержен религиозным манипуляциям, контролю, это правда, но это не свобода, это не свобода. Это, как, допустим, да, вот наркоманов здесь вот пытаются лечить другими видами наркотиков, там, допустим, такими, легализу, как называется, ну, короче, что-то там им дают, какую-то наркотическую ерунду. Да, это, как правило, какие-то заменители, которые потом оказываются еще более токсичными, как бы, с этим веществом в Америке, когда снимали наркоманов, оказалось, что он более, более разрушающий. Ну, вот, вот, примерно, даже дело не название, нам это ни к чему, но, значит, вот, сам принцип, что, да, вот, поэтому лечить, вот, страхом таким, да, значит, манипуляцией религиозной, значит, там, вот, таким пониманием страха Божьего именно, да, значит, ну, это очередное рабство. Только религиозное. Да, человек более моральный, как бы, более, там, ну, как бы, соблюдающий что-то, принципы какие-то, но, на самом-то деле, свобода, кого сын освободит, написано, тот будет по-настоящему свободным человеком. Сын Божий, Иисус Христос, вот, кого освободит, тот будет по-настоящему свободным человеком. Настоящая свобода в Иисусе Христе, в Господе. Недаром апостолы это говорили, символ, это я называю так вот, символ веры. Есть апостольский символ веры, который апостолам приписывается, значит, написанный уже, там, 3-4 век. Ни Хиникио Царьградский. Ни Хиникио Царьградский, но это уже... Более позднее оформлено. Более позднее оформлено, да, дополнено. Но то, что мы в деяниях апостолов читаем, их исповедание веры, было очень просто, очень емко, очень коротко. Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Все, вот это вот исповедание веры апостольская. Вот действительно кредо апостолов. Вот они этим жили, они этим побеждали, они этой веры апостольской, христовой веры, действительно чудеса совершали, вот, во имя Господня, покоряя народы, через благую весть, эту, евангельскую весть. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры. И хотя сегодня завершился праздник, завершается, вот, да, праздник преображения, который вот целую неделю продолжался, и плюс еще 18 число, значит, накануне это предпразднество, это тоже считается частью преображения Господнего. То есть это довольно продолжительный праздник, значит, празднество довольно продолжительное, потому что, ну, тема очень такая серьезная и очень важная тема. И вот, хотя календарное преображение заканчивается, да, но тема, как преображение именно души, преображение самого верующего человека и всего тела Иисуса Христа, это тема, это продолжается преображение. И я постараюсь вот в ближайшие дни, чтобы уже выставить это все видео, потому что то, что Кифа говорил, вот именно и о преображении храма, тела, тела Христа. Мы будем едины, чтобы наш индивидуальный опыт, наше откровение от Рема, да, и чтение нашей, допустим, Библии, да, Графа, да, то есть вот это слово, чтобы это было в теле Христом, чтобы мы ощущали вот это единство. Кстати, да. Ну, вот, как я понял из того, что он говорил, да, это очень важно было, прослушалось все. Не просто укреплять в себе видение, что я яркая индивидуальность в Боге, это хорошо, но вот именно индивидуально раскрывается в том, что мы, вот, есть это тело, что это тоже проявление индивидуального, если мы посмотрели, что у нас, как правило, индивидуализм оканчивается отделением себя, какой-то сепарацией. На самом деле, индивидуализм во Христе это приобщение вот к этому, вот, сверхчеловеку, к новому Адаму, стать новым Адамом во Христе, которому есть Христос. Да, слава Богу, вот, и благоставляю всех вас, братья, сестры, вот, помолимся, вот, и сегодня продолжаем молиться тоже и за Израиль, вот, на протяжении всего этого года это такая порфирирующая молитва, потому что этот год у нас год 70-летия возрождения Израиля, даже вот и напечатали здесь стену плача, вот, значит, и флаг Израиля висит у нас здесь, так что это уже все так вот не навязчиво, так и навязчиво, напоминает о молитве за Израиль, вот, за еврейский народ, о духовном пробуждении Израиля. Сегодня тоже я немного кое-что говорил о чудесах, которые Бог совершает сегодня в земле святой, вот, и... Помолимся, друзья. Господь, спасибо Тебе за этот добрый вечер, благодарю Тебя за милость Твою, благодать Твою, благодарю, Господь, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой божественный дар во Христе Иисусе Господе нашему. Благодарю Тебя, Господь, за все, за этот вечерний час молитвы, за всех братьев, сестер, кто подключается в этот час сейчас, кто подключился, за всех, кто потом будет видео смотреть это, молю и благословляю всех вас во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешителю дух истины, Ты, что везде пребываешь, и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, Аллилуйя. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный, призвавший нас из тьмы в чудный свой свет, из мрака греха во свет, в царство света, как чад света, детей света. И сегодня зачитывал фрагмент из Писания, из Евангелия от Матфея, и в утреннем молитве тоже. И вот хочу снова прочесть украинскую мову, здесь меня вот читаю, некоторые даже большие тексты бывает зачитывают, так вот, из этого издания, Киевского патриархата, издания Евангелий. Вот, и от Матфея, 13 глава, 43 стих, который особенно вот так вот, как вот, откровение такое, я сегодня даже в церкви делился этим тоже немного, вот, как раз словом, посланием этим. «Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає». «Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця їхнього». «В царстві нашого Отця воссияють праведники, і праведні ми і святі не своєю праведністью, думаю, те, хто підключається і підключається к цьому відео, понимають, о чому я говорю, но хто, може, недопонимає, я проясню, що праведність наша – це сам Господь Ісус Христос, Бог наша праведність і святость. Святой в смыслі безгрешний і праведній в смыслі безошибочний абсолютно – це тільки-лише по отношению к Господу Богу применимо. К нам, к людям, применимо библейські святость і праведність як дар во Христе Ісусі, праведність во Христе Ісусі Господі нашому, спасення во Христе Ісусі. Поэтому я святой і праведні, і ми святі і праведні не своїми заслугами, не чими-то ще іными, а именно заслугами Ісуса Христа, Його милость і благодатью і славу. Іскупительні жертву. І по цьому причастию завершаємо. Я тут завершаю, наливаю виноградний сок, хліб беру, преломляю, молюсь с братьями, сістрами. І не забувайте по утрам, друзі, подключайтесь в 6 утра по київському іерусалимському, то ж саме время. Минску. Минску тоже? Да. Все. Минску привет. Андрей уже уїжджає, брат нашим. Сьогодні благоставляли його. Слава Богу, молились. Коротко Андрей засвидетельствував. Очень мне понравилось. Слава Богу. Коротко і їмко. Все прозвучало. Ми ще посидели, пообщались, покушали. Слава Богу. Андрей угощав. Слава Богу. Знаєте, ми і арбузик поїли. Алексій Івановичу спостіли. С міста. С міста. С міста. Так що, десь київське. Арбузи дуже дуже вкусній, сладкий. Слава Богу. І хороші були дні общини. І, хоча, може, не так много, плотно. Але, знаєте, за Минск молюсь. Ну, в прошлое время, в прошлые годы как-то вспоминал. Но не так, как-то к сердцу это все бралось почему-то. Вот сейчас, не знаю, но как-то особенно. Как-то особенно молюсь за Минск, за Беларусь. И за Минск в частности. И как-то на сердце радостно, трепетно, как-то волнительно. Как за свое. Ну, другая молитва совсем. Вот, ну, это я понимаю не от меня. Потому что, ну, как бы, ну, я в Минске давно не был уже, как-бы. И, значит, там, как-бы. В восьмом году был, но там, в принципе, города я не видел особо. За десять лет очень сильно. Там получилось так, что, значит, я приехал на служение, там, потом гостинице. В принципе, даже и не видел города я тогда. Вот. А за десять лет, конечно, город изменился. Но молитесь, друзья. Хорошо молитесь, кто подключается. Молитесь за Беларусь. Молитесь о духовном пробуждении беларусского народа. За город Минск. Вот. За, действительно, евангельское такое пробуждение такое в этом народе. И Беларусь имела свой золотой век, кстати, кто не знает. Времена еще Франциска с Карины. Времена Миколая Радзивилла Черного. Времена пробуждения такого духовного Слова Божьего. До сих пор еще вот окончился 500 лет из Кариновской Библии. До сих пор по всему Минску висят паннеры. На беларусском Миколай Радзивилл Черный. О. Год жизни. Его эпоха. Ну, кратко. Да. С Карины и еще Василий Цепинский. Еще кто-то из реформаторов. Ага. С Карины и Михаила. И отмечали, да. Вот 500-летие Библии в кои-то веки в конце, ну, на родине С Карины наконец-то перевели на беларусский язык Новый Завет с языков оригиналов. Да. Выпустили православное очень хорошее издание. МП. И католики. Да. Плюс католики еще дальше пошли. Они уже на 90% подготовили перевод Ветхого Завета с оригиналами. Оригинальных языков. Ух ты. И где-то через год будет полная Библия на беларусском, на литературном, в хорошем переводе с оригинальных языков. Здорово. Одобренном, ну, библейским обществом. То есть до этого были какие-то такие полукустарные, пробные переводы, но не очень хорошие. Здорово. Слава Богу. А это хороший знак. Когда Библия в народе именно в таком переводе, тем более будет издание, да, то это очень хороший знак. Новый Завет уже отпечатали и православные католики. Ждем, вот сейчас в Ветхе будет полная Библия. Здорово. Слава Богу. Так что, друзья, молитесь хорошо. Я намереваюсь тоже по милости Господне в ближайшее время быть в Минске, Белоруссии. Поэтому молитесь тоже и о поездке об этой. Ну, и белорусы, кто подключается, если смотрите, то буду рад личному знакомству уже, как говорят, лицом к лицу уже, да. Слава Богу, да. Вот. И Андрей приезжает сюда, вот, в Киев, значит, там, и очень, как бы, украине говорит, шире сердце, такое сердце, вот, значит, и очень человек добродушный и добрый и доброохотный. Вот. Слава Богу, это хорошо. Вот. И я верю, что и весь потенциал белорусского народа, он высвободится в Царстве Божьем. Второй баннер, вот здесь лежит на полу, сейчас, значит, распечатали, значит, и он такого же размера, большого, тоже два на три, значит, и это баннер со всеми флагами разных стран мира, ну, все флаги мира, там, короче, распечатали. По центру, там, христианский, Christian флаг, вот это, значит, белое, там, красное, синее, там, полотно такое. Ага. Вот, значит, и все страны мира там присутствуют, чтобы показать, потому что я люблю очень флаги вывешивать, когда, значит, там молимся за страны разные, вот, вот флаг Израиля, допустим, да, значит, там присутствует, я очень люблю молиться за Израиль, вот, и, но такой баннер распечатался специально по просьбе, знаете, почему? Такой вот, духовная такая нужда, вот, именно, чтобы было понимание людей, что молимся за весь этот мир, молимся за все страны, за все континенты, вот, там и страны исламского мира, да, страны коммунистические, страны там демократические, свободные, закрытые, христианские, нехристианские, неважно. Потому что Господь Иисус Христос, уходя, Он сказал, что, помните, да, что да нам не, говорит, вся власть на небе и на земле, не только на небе, на небе это понятно теперь, да, нам более-менее, но вот на земле пока еще до конца непонятно, уже два тысячелетия прошло, но, да, еще это мало раскрыто, это таинство, а ведь действительно пред именем Иисуса Христа всякое колено склонится небесных, земных тоже, и преиспорных, представляете, да, великое чудо, и поэтому имя Иисуса Христа да прославится и в Белоруссии, и здесь в Украине, на берегах Днепра пусть славится имя Господа Иисуса Христа в России, в другие страны бывшего союза атеистического, безбожного, и по всему лицу земли, по всей нашей планете, чтобы славилось имя Господа Иисуса Христа, вот, и, друзья, вот, по утрам подключайтесь на молитвы, я говорю, да, но теперь я готовлюсь еще к занятиям в семинарии, здесь славянской семинарии в Киеве, на Михайловской Борщаговке, там будет конечный первый трамвай, кто знает, значит, там семинарии находятся, вот, и с 3 сентября буду там проводить занятия по, значит, экклезиология, учение церкви, вот, я вижу, что это очень насущно, очень важно, вот, и пересматривая свои старые конспекты, я обнаружил, знаете, что, что осмысление, что есть церковь, я обнаружил, что это очень важно для дела реформации сегодняшней, понимания, что есть церковь. Как говорил один из, в Англии вот, пробужденцев 19, конец 19, начало 20 века, как же называли его, короче, один из английских проповедников сказал так, весь, вся Англия это мой приход, его спросили, где ваш приход, он говорит, вся Англия мой приход, а потом сказал, в другом месте сказал уже, когда проповедовал, весь мир, говорит, мой приход, вот, и божественная экклезиология, она вот в том, что весь мир мой приход, весь мир, это действительно поле, это божье достояние, это божья милость, божья благодать, это божье спасение, весь мир, Бог хочет вообще, хочет, он это четко указал в писаниях, чтобы все люди спаслись вообще и достигли познания истины, все, все люди, все народы, во всех странах, во всех континентах, независимо от того, какая сейчас там идеология, какая погода там, какая там религия, конфессия и прочее, вот, пусть Бог благословит нас, вот, поэтому, а храм божий, церковь божья, это есть тело его, тело Иисуса Христа, вот, удивительно, как вот, мы каждый верующий, как клеточка в этом организме, да, многоклеточном, большом таком организме, слава Богу. Вот так, а по поводу текста прочтенного, значит, из Матфея, напоминаю, 13.43, здесь меня что вот особенно цепляет, здесь рассказ о преображении, самом последнем преображении, когда время уже закончится, когда все времени больше не будет, вообще, вечность впереди, дамы и господа, братья и сестры, впереди вечность целая, впереди вечность, и в этот момент говорится о праведниках святых, о верующих, преобразимся мы с вами, преобразимся, окончательное преображение будет, как и у Господа Иисуса, прославленные тела, вечная жизнь, спасибо Господь за все. Благодарю тебя, Господь, благодарю за все, и благоставляю моих братьев, сестер во имя Иисуса Христа, благоставляю. Аминь. Аминь. Вот, благоставляем Иерушалим, город Иерусалим, благоставляем Израиль, вот, это Божье чудо нашего времени, и благоставляем всю нашу истрадавшуюся планету, всех людей этой земли, ныне, вот, живущих с нами, вот, молимся и благоставляем всю землю, потому что Бог не только нас, людей, как говорится, гомо-сапиенс, да, вот, хочет исцелить, освободить, а еще и весь этот мир спасти, слушайте, удивительно, потому что Господь хочет, чтобы все спаслось, все свое творение Он возлюбил. Слава Богу! Аллилуйя! Благоставляю всех вас! Да, сейчас, Андрей, уже, уже, вот, скоро я сейчас буду провожать уже на автобус и до Минска, с Киева. Слава Богу! Ну, Его благоставляем в дорогу, да, аминь, благоставляем Его дорогу, вот, ну, и всех вас благоставляю именем Господнем. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И апостольский символ веры. Нет ни в ком он спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Я еще дополню, скажу, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Пусть Бог благословит всех вас, вот, во имя Господа Иисуса. До встречи! Подключайтесь, значит, по утрам в 6 утра. Вот, а по вечерам буду делать включение с вечерней молитвой, делиться словом, свидетельством каким-то. Вот, значит, пусть Бог благословит вас всех. Аминь. Мир всем! Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя!